В Министерстве иностранных дел Украины признали политзаключенным активиста Евромайдана крымчанина Александра Костенко. Это произошло после того, как он был незаконно осужден оккупационным судом в Симферополе и переведен в исправительную колонию города Киров-Чепецк Кировской области России. Об этом сообщил адвокат Костенко Александр Сотников на пресс-конференции в Киеве. По его словам, этого удалось добиться только на финальном этапе дела и лишь из-за того, что Костенко был переведен для отбывания наказания в Россию. Как сообщили нам в консульском отделе МИД Украины, у моего подзащитного изменился статус в силу того, что его отправили в исправительную колонию. Уже когда на данной стадии дело практически завершено, консульский отдел МИД Украины решает заняться этим вопросом. Напомним, Костенко был осужден за нанесение телесных повреждений сотруднику Беркута во время Евромайдана в Киеве, а также хранение частей огнестрельного оружия. Изначально он был приговорен к 4 годам и 7 месяцам лишения свободы, затем срок сократили на 3 месяца. Сотников сообщил, что в ближайшее время ожидается рассмотрение жалобы Костенко на отказ в возбуждении уголовного дела по факту применения к нему пыток со стороны сотрудников ФСБ – майора Андрея Тишенина и капитана Артура Шамбазова, ранее служивших в СБУ и переприсягнувших после аннексии Крыма. Жалобу рассматривает Крымский гарнизонный военный суд. На очередном заседании планируется заслушать по скайп-связи потерпевшего Костенко. Суд состоится 25 ноября. Я считаю, это заседание экспрецедентное, где Костенко, которого пытали, непосредственно сможет встретиться с людьми, которые проводили пытки, и, что называется, в лицо предъявить им свои обвинения. Факт применения сотрудниками спецслужб пыток в отношении Костенко также оспаривается и в касационной жалобе защиты политзаключенного. В ней также говорится о незаконности вынесения приговора Костенко российским судом. Предельный срок рассмотрения документа истек в понедельник, 23 ноября. Однако никакого ответа о ее рассмотрении или отказе адвокат пока не получил. Вместе с тем, на данный момент Сотников совместно с правозащитниками Украинского и Хельсинского союза готовят жалобы по делу Костенко в Европейский суд по правам человека.